Зелёная экономика Беларуси ликвидировали так называемую партию зелёных. По всему миру синдром Грет и Тунберг используются крупными транснациональными корпорациями только лишь для того, чтобы убирать конкурентов с рынков. Беларусь же всегда заботилась о своей природе, не впадая в псевдоэкологический маразм. Именно наши оппоненты выступали против строительства островецкой атомной электростанции. Но их мнение уже никого не волнует. Беларусь – ядерная держава. Теперь и в военном смысле. Российское ядерное оружие охраняет наши рубежи. Что будет дальше? Обсудим в программе «Да, но». Как по мне, тему зелёной экономики используют политиканы для того, чтобы убрать с рынка своих промышленных конкурентов. Помните эти вечные вопли Тунберг и всё остальное. Вот, казалось бы, мы строим островецкую АЭС, а это более экологически чистая энергетика, топливо и так далее. Но наши оппоненты почему-то сразу же начинают выть, рохкать, хрюкать. Ну, потому что им не нужна наша промышленная Беларусь. У нас есть две команды. Нас интересует, конечно, мнение молодёжи. Что вы думаете по поводу зелёной экономики? Как у нас в Беларуси обстоит ситуация с этим? Конечно, это хорошо, что у нас развивается зелёная экономика. То, что появляются различные эко- и агротуризм развивается. Это привлечение туризма. Это, кстати, и увеличение рабочих мест. Поэтому я не вижу ничего плохого. Нам нужно здоровое государство и общество. Естественно, мы хотим всегда получать здоровую пищу. У нас делают эти котельные на билетах, там ещё что-то делают. У нас везде это всё делают. И детями. Поэтому то, что делается в нашем государстве, оно делается правильно. В защиту, например, экологической деятельности. Что мы кушаем не какие-то ГМО-продукты, а мы едим чистую свою еду. Вот. Но вам же скажут, закройте заводы, закройте МТЗ и МАС. Они же выбросы делают большие. Тем не менее, выбросы у нас уменьшаются. У нас есть программа по уменьшению выбросов. И на данный момент мы уже идём с опережением. К 35-му году должно уменьшиться на 35%. Но говорят, что закройте МТЗ и МАС не для того, чтобы уменьшить выбросы, а для того, чтобы у нас был социальный взрыв. В самом деле они так говорят, потому что это очень важный объект. И даже если, посмотри, там не только МТЗ, МАС, МЗКТ, это то, за чем следили, в том числе и Соединённые Штаты Америки, их спецслужбы, анализировали, что там делается. Потому что колёсные тягачи и в случае какой-то военной обстановки это критически важные объекты, структуры нашей страны. То есть они часто прикрываются зелёной экономикой для того, чтобы другие страны где-то притормозить, а в это время свою экономику поднимать. Вот абсолютно. Промышленность Соединённых Штатов, которая вообще в многом в Китае, но тем не менее ту самую военную промышленность Соединённых Штатов никто никогда останавливать не собирается. Правильно? Правильно, но в свою очередь мы от своей команды хотим возразить по этому поводу, поскольку мы считаем, что довольно-таки рано вводить на территории нашей страны такого вида экономику, поскольку мы должны подходить к вопросу с точки зрения ментально, то есть от людей, исходя из людей наших, то есть допустим приведу пример бытовой, да, автомобилисты меня поймут, вырезают нагло катализаторы, удаляют сажевые фильтры, то есть как бы приезжают к людям, которые берут за это деньги, сдают на драгметаллы, то есть экономический интерес у людей образовывается, то есть как бы люди не думают абсолютно об экологии, их волнуют только свои какие-то... Вообще в Беларуси есть экологические проблемы, кто мне может их видеть? Вот есть ли в Беларуси экологические проблемы? Ваша команда, вот что у нас не так? Где у нас там загрязняются воды и так далее, и так далее? Есть у нас? Нет, вы знаете, что у нас есть лишь проблема с переработкой отходов, то есть такое... Ну и строят эти мусорные, значит, заводы. Да, мы работаем в этом направлении. Больше у нас нет вообще... АЭС, а почему Чернобыльское загрязнение после нее? Оно, конечно, с каждым годом... Но у нас есть целая программа ликвидации последствий, и все это будет происходить. На нашей территории был нанесен колоссальный, который до сих пор аукается, и когда мы говорим об экологической безопасности, это в том числе об этом. Это безопасность не только людей, но в том числе и животных, которые на нашей территории, в том числе и растения... Которых поляки убивают своим забором. Да, и которые построили забор, теперь миграция не сохраняется. Да, молодой человек. Существует проблема загрязнения воздуха. Минск ходит в топ-10 городов Европы с загрязненным воздухом, по той причине, что у нас там и розоветров немножко неправильно построены. То есть есть такая проблема, от этого страдает здоровье людей в первую очередь, да, особенно у старшего поколения. Что делать? Нужно развивать нам технологии свои. Что делать, я думаю, имеет смысл рассредоточивать промышленность. Во-первых, как сказал коллега правильно, стратегические объекты, стратегические объекты не должны быть у всех на виду. На то они и стратегические секреты. Теперь у меня вопрос, компонент. Так, да, вопрос задавайте. Все это хорошо, вы будете развивать эту зеленую экономику и все остальное, да, быстрыми темпами к 35-му году. Будем дышать без фильтра, чуть ли не цветочки будут на столах. За чей счет? Хорошо, а вы хотите, чтобы произошла ситуация, когда мы свои продукции захотим продать на Азию, либо в Европу? А нам скажут, извините, вы не соответствуетесь. Вот вам отвечают, подождите, вам отвечают. Ваши автомобили не подходят. Я просто знаю, что всю эту зеленую повестку всегда используют для продвижения каких-то интересов. Конечно. Используют для продвижения интересов. Вот, например, всех возмущает китайская промышленность. Все говорят, ой, она такая ужасная, надо ее закрыть, потому что она отравляет всю планету. Мы понимаем, зачем это делается, чтобы Китай остановился в развитии. И когда нам, это то же самое, эти экологические, никто не против этих вот... Я сам помню, снимал эти на возобновляемых видах топливо, котельные, никто не против все это делать. Но, извините, по сравнению с электричеством, это детский сад. Григорий, можно я скажу, как это? Ну, давайте, пожалуйста, тут молочи. Ну, все, что может развиваться, это вот на данный момент. Не за один день город строится, не за один день предприятия. Ну, на этих пилетах вы будку обогналите. Вы знаете, подождите, подождите, пожалуйста. На этих пилетах вы обогреете будку. Да, подождите, я задаю вопрос, молодой человек. На этих пилетах вы обогреете будку. И все. Вы не обогреете промышленное предприятие. Надо электростанции огромные. Надо дамбы. Мы говорим, что их нужно закрыть или куда-то убрать. Нужно технологии вводить, которые бы создавали экологические, энергетические продукты. А вы знаете, что надо, чтобы предприятия даже делали упор, предприятия, сами организации, чтобы делали упор на то, чтобы экономику, экологию поддерживать. То есть что-то делают для того, чтобы... Решение чего, коммунарки? Да, молодой человек, у каждой предприятии есть свои решения. Добрышка бумажная фабрика. У меня вопрос, понимаете, конфетная фабрика и большое промышленное предприятие, это все-таки немножко разные вещи. Наши оппоненты, они что? Они вот нам все время воют про экологию, про то, что мы тут все задыхаемся, подыхаем. Значит, сейчас все старики дышат газом. Помните эти против аккумуляторного завода в Бресте? Ходили два года, значит, сумасшедшие. Ну, и все. Завод построили, никаких проблем, правильно? Никаких, абсолютно. Ну, два года сумасшедшие ходили, что-то требовали, полубей запускали, потом понимаем, что это коммайдан. Просто они набировали чьи-то интересы. А мы, наоборот, стоим, чтобы такие заводы были, чтобы они развивались, но с учетом современных технологий. Вот у меня вопрос тоже самое о той команде. Хорошо, мы запретим свое экологическое развитие в этом направлении. Как мы будем продавать продукцию? Мы хотим выйти на новые рынки. Они будут там развивать, они будут стандарты предъявлять, чтобы мы... Не-не-не, он имеет в виду продукцию, которую наша качественная натуральная еда имеет, например. А пока мы не будем запрещать. Мы не запрещаем вам. Мы не будем запрещать. За чей счет развивать вашу зеленую стену? Просто можно совершенствовать. Если зашла... Если зашла... Разрешите, пожалуйста. Благодарю вас. За счет инвестиций. У нас есть такой друг, недавно появился, да, очень большой Китай. И китайцы очень мудрые. Они сосуществуют, у них же конфуцианство. Они существуют не как отдельно от мира, человек, демиург и все такое, а сообща. Так вот, Китай размером с Германию победил пустыню. Как? И вот спрашивается, за чей счет? А потому что в Китае каждый человек вовлечен в процесс построения великого и светлого будущего. Там ввели налог, подождите, коллеги, там ввели налог, что каждый китаец должен пять деревьев посадить в год. Если не можешь, платишь специальный налог, за тебя другие люди садят. А у нас, например, что это семьи. Подождите, разрешите у вас точить. А что делать у нас? Ладно, мы берем на уровне государства. Мы знаем, как наш президент заботится о наших лесах, реках, это все. У нас экологии, он, по-моему, говорил, что он помешан на экологии даже. По-моему, такая фраза была. Но, а что у нас вот люди? Конечно, эта ситуация не такая, как в Российской Федерации. В Российской Федерации, значит, пришел и там везде нагажены. Но, тем не менее, вот заходишь куда-то в лесочек, значит, а там на полянке бутылки, окурки, агарки и все остальное. Ну, вот и как там менталитет? А вот что касается экологии, это что же и порядок вокруг. У нас, извините, пожалуйста, все будут долбить этот жест за то, что он одну дорожку не уйдет. Да возьми ты, блин, метелку да и убери сам. Да, Григорий, разрешите, я отвечу, дополню, во-первых, слова к тому, что у нас, во-первых, люди, я считаю, по моему мнению, что они еще не готовы. Во-первых, вы посмотрите, как у нас на самом деле провалилась сортировка мусора. Абсолютно никто, все плевались, и я до сих пор плююсь, потому что мне все равно проще выйти из двери и выкинуть, чем спускаться, значит, потом у многих мусор накапливается, потому что они его не выносят. Смотрите, дальше у нас недавно, значит, в 20-м, если я не ошибаюсь, году у нас была зеленая экология процветает, значит, всем частным секторам, а вы знаете, что частных секторов у нас по Беларуси много, везде, в каждом городе, выдали мусорные контейнеры, мусорные баки, чтобы вывозить, как в Европе, как в Америке, централизованно они разделяли ТКО, разделяли какие-то бытовые отходы, вывозили. Я сам живу в частном доме, и я знаю, что, значит, у нас такая проблема, мусорки как стояли, так и стоят. Люди начали приносить мусор, просто сбрасывать туда... У меня можно к вам короткий вопрос? Одну секунду, один короткий вопрос. Слушайте, ну вот у нас все понимают, что собирают все отдельно, а потом пришел мусоровоз и на одну свалку все отвез. Как это нафига это все тогда? Дальше, нет, тут вопрос не в том, нафига мы сортируем, да, вас перефразируем. Но он все равно на одну свалку свозит, на один полигон. Ну, менталитет нашего человека, вот он идет, у него там что-то в руках, он выкинет в эту вот мусорку, он не посмотрит, что она для пластика, для ТКО, для еще чего-то. Он выкинет, потому что он видит бак. Но он выкинет мусорку. Он выкинет бак, ему плевать, что это пластиковая, туда надо пластмассу. Но не занимаются нас тем люди, не заморочены у них мозги под это. Так надо внедрять это. Это экологическое воспитание. Надо проваливать фильмы. Люди смотрят фильмы, сериалы. Как внедрять? Пожалуйста, давайте будем делать акценты фильмов и сериалов. Люди будут видеть, что их сериалы кумиры будут. Кто-то понравится. Подождите, можно в этом вопрос? Вы не будете закручивать экологию, как это происходит в Европе, как из Санкт-Грета и Томберг. Но, по возможности. Давайте мы будем свое развивать. Потому что не повсюду контейнеры даже стоят. Вы согласитесь с тем, что народу не нравится то, что заварили вот эти мусоропроводы? Не нравится, конечно, я согласен. Люди плюют. Чего? Проектировались, строились дома, квартиры для удобства. А тут нашлись, видите ли, те, которым это не нужно. Потому что якобы происходит там, воняет им. А с другой стороны, почему воняет? Потому что неправильно выкидывают. Потому что не следят за этим. А если бы они следили... Так может не надо было... Подождите, пожалуйста. Может не надо было городить этих мостов маниловских? И просто, значит, оставить мусоропроводы и людей в покое? Все правильно, так и нужно было следить. А что будет не выключить? Ну, говорят, что это раздельный сбор, что надо вот выносить. А почему это раздельный сбор? Что будет больше уходить на экологию? Что будет больше уходить на экологию? Вот задает человек вопрос. А тем не менее, все равно... Мы за экологию стоим, но за то, чтобы она разумная была. Не как в Европе, что сегодня мы... Никита, пожалуйста, взял микрофон, а завтра у нас топимся. Безусловно, если разделение мусора, эта идея бы удалась, было бы хорошо. Но, безусловно, мы видим, что на нашу модель белорусскую не легла. Люди не воспринимают. Разделение и сортировка мусора происходит очень плохо. И мы говорим, что нам нужно вредить новые какие-то процессы, технологии, сделать эту зеленую экономику. Но реальных предложений здесь не поступило. Мы мелочимся, говорим про заваривание этих мусорных контейнеров. А вот давайте, Никита, глобально. Глобально я, честно, не эксперт в этой сфере, но могу обозначить то, что если есть возможность улучшить технологический процесс, крупные производства, чтобы был выброс меньше в экологию, чтобы людям было комфортнее работать, и они меньше получали какую-то производственную травму, которая накапливается с много-много лет, да, и детям было спокойно дышать в городе, то нужно оптимизировать какие-то процессы. Никита, у меня всегда, я был даже на открытиях до 2020 года, был на открытиях этих вот сортировочных заводов, еще чего-то там, причем это так с помпой открывали, вот, три раздельные, значит, бака стоят и все остальное. Меня всегда смущает, что там всегда какая-то либеральная дрянь стоит. Что это всегда по каким-то фондам Евросоюза делается. Что это всегда какая-то вот, значит, общественность какая-то блогерская туда непонятно какая привлекается и так далее. Что это всегда вот именно это их тема. И можно я скажу, под эту тематику, что мы должны сортировать мусор, возникает гуманное отношение. Мы должны быть гуманны, в первую очередь, и... Они ж чего? Они ж как делали? Они сначала ходили, ой, мы будем делать... Урбанисты эти хреновые, извините, пожалуйста. Они, ой, раздельные эти самые, ой, а тут бордюрчики поменьше. Из этого у нас выросла вот эта городская среда придурков этих всех, которые в 2020 году и вывалили. Которым не нравится государство в принципе. Ну, не нужно ничего нового внедрять, если есть старые проверенные способы. Я знаю, что есть проблемы, иногда даже из некоторых дворов Минска не могут мусор вывезти. А мы тут говорим про какой-то раздельный сбор мусора по контейнерам. То есть бабушка какая-нибудь будет мусор сортировать отдельно. Потом это кто-то якобы будет перерабатывать на заводе. В идеале, конечно, это было бы хорошо. Но такого на практике в ближайшее время мы не дождемся. Это не легло... Вот вы мне скажите, почему вот эта так называемая экологическая среда, почему с ней рядом постоянно какие-то враги народа? Мы уже вспоминали этот аккумуляторный завод. Два года ходили, голубей кормили там какие-то сумасшедшие. Потому что это удобно. Удобно через это проводить свои какие-то мысли и прикрываться экологической средой. А почему мы не можем это забрать под свое крыло? Это как борьба за права человека. Вроде бы это какую-то красивую обертку заворачивают, а за этой правовой борьбой за свои права они делают свои гадости там сзади. А как это вот нивелировать? Как у них забрать эту тему? Так это надо, чтобы государство... Мы сами развивать экологическое воспитание. Ветные власти, общество вносит. Общественное объединение, которое... Вот вы мне скажите, а проблема реально существует с экологией в Беларуси? Давайте немножко отойдем от темы раздельного сбора мусора и все-таки поговорим по теме про зеленую экономику. Да, зеленая экономика. Давайте вот фактуру. Можно сначала вам вопрос? У нас есть проблемы с экологией в стране? У нас нет проблем. Вот как раз таки в Европе, которая пропагандирует эту зеленую экономику, ну я вообще про Запад говорю, вот там есть проблемы. Смотрите, в одной стране, европейской, вот огородили территорию, поставили ветряков огромное количество. Они там крутятся все это. Ну, ветрогенераторы производится электроэнергия. Так представляете, спустя некоторое время вот эта территория, она была вот полностью там озелененная, все красиво, все как положено. Это стала выжженная земля. Вы извините, у нас после Второй мировой войны вот такой выжженной земли не было. Объяснили это все, ученые это все исследовали. Во время вот этого ветра происходит парниковый эффект, даже машин никаких не надо. Но они проблему исследовали. Просто вот повышается температура, там все вживое просто умирает. И вот хочется сказать один тезис. Даже если пропагандируется и вообще принимаются какие-то меры по зеленой экономике, это все должно быть настолько подродуманно, чтобы не было вот таких вот... А вот к вам вы, человек, видно, это изучаете. Вот наш подход, когда есть, например, лесничество мы сохранили, и есть лесник, который ходит, смотрит, как все делается и так далее. Это живое. Ведь бренд Беларуси это то, что у нас чисто, свежо, хорошо, прекрасно и так далее. Что еще необходимо сделать, на ваш взгляд? Но при этом мы не пропагандируем вот это вот, извините, туретто-бесие. Я вот по никому не могу сказать. Когда высказывают вот эти вот все, пытаются оскорбить правительства, которые действительно принимают традиционную экономику, которая на самом деле сочетает в себе и зеленые какие-то проявления, уменьшает вред вот этих вот заводов, но при этом не уменьшает само производство. То есть нужно... Вот абсолютно правильно. Вы говорите, вот партия зеленых там нужна. Вот Миньюз недавно распустил партию зеленых. У них не оказалось там необходимого количества подписей или еще чего-то. Вот нам нужна такая партия. Нам нужна, но не для того, чтобы запрещать и закрывать заводы, и там, как вы говорите, бегать там не до Грета Тумберги, да, всякие? А для того, чтобы развивать те же самые ветряки, они исследовали проблему, но не предложили пути решения ее. Надо было исследовать, какие можно новые технологии применить, а они дальше не захотели. У нас косули умирают, в Беловежской пущей. Беловежской пущей умирают косули из-за польского забора. Я считаю, нам не нужна такая партия. Но в Гусарте сейчас на данный момент справляется с этим. И достаточно развивает экологию само государство. Зачем нам кто-то еще? Да. Вот, и сейчас правильно. Девушка, пожалуйста. Сегодня мы живем и работаем в стране, которая приняла национальный план развития зеленой экономики с 2021 по 2025 годы. И там есть реальная организация работ по развитию зеленой экономики и продвижению энергоэффективных инициатив и технологий. Почему нет? Почему не экологические кластеры, не экотуризм, не эко-маршруты? Это да, это туризм. Это привлечение финансовых средств извне. Дальше. Строительство многоквартирных жилых домов с использованием энергоэффективных технологий. Это тоже плюс нашей стране. То есть это никаких финансовых затрат глобальных, бюджет, не понятие. Слушайте, вот люди жалуются. Вот живут, например, когда, вот знаете, батарея, когда, значит, чуть теплее, оно холоднеет, когда, значит, холоднее батарея сама там, ну, типа, она умная, значит, и она вот не парит, типа, как советская тупая батарея. Слушайте, люди замерзают зимой. То есть это не как основные... Нет, люди, говорю, замерзают зимой. Всего лишь будет как дополнительный... Это вот они просто регулируют ремонтные строительства и проводились. И как строился дом. Просто представители энергосистемы, я вам скажу, значит, что у нас на самом деле план реализуется, на самом деле план реализуется. И сейчас все электростанции, электроцентрали, все топится на газу. В основном все на экологически чистом виде топлива. У нас, поэтому, как вы и сказали, выбросы у нас сокращаются. И то, что мы еще больше куда-то уйдем, я не вижу. В общем, все сошлись на мнении, что в Беларуси все делается для сохранения нашей природы, нашей экологии, нашего природного богатства, наших лесов, недор, озер. У нас это для этого делается все. А для того, чтобы это защитить, у нас будет и ядерная энергетика, в том числе и в виде оружия. Обсудим сразу после рекламы. Не переключайтесь. Итак, ядерное оружие Беларуси. Мы возвращаемся после рекламы, а оно возвращается домой. Туда, откуда оно было, ну, наверное, неправильно вывезено в середине 90-х. Ну что ж, у нас есть две команды, у нас есть дискуссия. И мы начинаем. Ну что, вы за то, чтобы Беларусь была ядерной державой? Конечно. Мы должны себя обезопасить. Ввиду нестабильной ситуации в мире, это самое верное решение. Тем более, это решение принято нашим президентом. Что тут еще можно обсуждать? Да, ну, постоянно идет дискуссия, особенно нам накидывают Запада ее. А какие могут быть аргументы против? Ну, допустим, мне, как простому человеку, с точки зрения простого человека, я рассуждаю так. Мне, допустим, интересно, как оно хранилось, как его обслуживали до этого. Мало того, все вот какие-то, то есть, какой-то ввод практического его действия на бумаге оформлен. То есть, по факту, его ни разу не применяли. То есть, откуда мы знаем, откуда у нас есть гарантии того, что... Одно единственное государство, которое применяло ядерное оружие, это Соединенные Штаты Америки в 45-м году Хиросима и Нагасаки. Больше оно никогда не применялось. Откуда у нас есть гарантии вообще того, что эта ракета, не дай бог, конечно, если придется применять, не упадет просто, не дай бог, где-то на нашей территории? Я думаю, мы доверяем нашим военным, нашим спецслужбам. Мы понимаем, но что касается также граждан, допустим, которые живут на той территории, где расположено вот такого рода ядерное оружие, это тоже психологический такой момент. Мне кажется, психологически важный момент то, что у всех есть... Давайте скажем, что оно у нас тактическое. Тактическое, оно может быть расположено где угодно. Оно на ракетах «Искандер», оно на ракетах других, оно может переезжать, кататься по всей стране. То есть, тут проблем нет. То есть, понимаете, коллеги, важный психологический момент то, что у всех есть ядерное оружие. Вокруг Беларуси огромное давление, а у нас его не было. Вот это нужно было понимать. Не как оно хранилось, кто его обслуживал. Важно было понимать, что мы находились в опасности. Была большая угроза. Мне кажется, немцы, турки не задают вопросы, как американцы хранят свое ядерное оружие. Главное, чтобы оно было, была возможность обезопасить свою страну и нанести такой же ответный ядерный удар. Тем более, мы знаем, что ядерное оружие это мотивирующий эффект. Не каждая страна полезет туда, где оно есть. Но никогда не нападали еще на ядерную державу. Не было в истории прецедента. Да, Израиль постоянно воюет, но Израиль говорит, что у них его нет, но если надо, они применят. Но там своя история на Ближнем Востоке. Не будем забывать о том, что у нас в строчке гимна написано, что мы белорусы мирные люди. Это раз. Второе, мне 21 год, еще лет... Но разом с братами, муж, навеками, мы бородили рот и порог. Вот именно мирные люди, то есть. Благодарю. Отличные слова, которые помнит каждый белорус. Зачем прибегать? Второе, вы знаете, мне 21 год, и лет 5 назад я бы сказал, ну какое ядерное оружие, ну что нам это, да? Сейчас хочется вспомнить Тараса Бульбу, да? Дитьку там, да? Или как там, ну шо, помогли тебе твои поляки, там вот это. Это про Бедопештский меморандум, да? Три. Три. Но они его нарушили в 97 году, когда обещали за то, что мы выведем ядерное оружие, экономическое процветание, безопасность, защиту. В 97 году ввели санкции сразу. Только мы вывели, против нас сразу ввели санкции. Против ядерных держав санкции не вводят. Ну, против России сейчас это отдельно. Четыре, четыре, последнее. Я вот живу и все больше убеждаюсь с каждым годом, что слова, сказанные одним мудрым римлянам, римляне нам, да? Они идут через века и никогда не теряют свою актуальность. Хочешь мира? Готовься к войне. Мы должны быть всегда готовы к этому. Ну, и президент Петербурга говорит об этом, да. Вот что вы хотите сказать. Чтобы государство развивалось, нам нужно иметь свое ядерное оружие. Я объясню, почему. Свое белорусское? Да, и свое белорусское. Ну, неважно. Оно должно быть, чтобы защитить свою страну. А почему бы нет? Потому что все привыкли говорить, да, вон, Европа, Америка, там так хорошо. Так извините меня. Если бы туда, как нам они привыкли. А вы оцениваете вообще последствия этого? Санкции какие-то расширенные и так далее? Как с этим будете справляться? Вы разбираетесь в ядерной энергетике? Мы готовы были бы его применить. Можно я вам задаю вопрос конкретный? Вы разбираетесь в ядерной энергетике? Дело не в ядерной энергетике. Нет, вы разбираетесь, ответите на вопрос. Я не разбираюсь, для этого и специалисты. Но дело не в этом. Дело в том, что мы должны строить свое современное государство. Вы мне разрешите ответить? У нас дискуссия вроде бы, да, а не ваша полемика. Так я вам говорю, значит, о том, что у нас ни один университет не готовит атомщиков, понимаете, такого уровня, которые были бы достойны, следили бы и сами создавали ядерное оружие. Значит, нужно готовить. Нужны специалисты. Если мы видим, что в этом есть потребность, нужно организовать. Если вы хотите меня перебивать, пожалуйста, вы перебивайте сколько угодно. Но я вам доскажу. У нас учат людей в Российской Федерации. Может быть, нам надо сначала выстроить свою систему? Может быть, мы еще не совсем готовы? А я бы вообще, ну, если честно, конечно, ядерное оружие у нас совместное с Россией, как сказал президент Казахстана Такаев. Но, вот, знаете, ну, я журналист, человек безответственный. Вот, понятно, что у нас есть ядерная энергетика на Островецкой АЭС, например. Мирный атом абсолютно. Не, ну там же есть, например, ятомные отходы. И если на нас кто-то попрется, что нам мешает эти отходы, например, в Полонес, там куда-нибудь положить? Это нарушение гуманитарного международного права. Да пошли они нахрен. Там уже нарушено 10 раз. Оно нарушено до нас 250 раз. Почему мы должны соблюдать какие-то международные стандарты, а они нет? Ну, так, ну, и так. Почему мы должны уподобляться? Хорошо, давайте обострим. Здесь, в принципе, все согласны с тем, что размещение российского ядерного у нас, это, ну, дело, во-первых, оно уже состоявшееся. И тут уже дискуссия, в принципе, нелогична. А во-вторых, оно, в принципе, положительное. А вот нужно ли Беларуси свое собственное? Я говорю, что это того. Вот, смотрите, есть еще... Есть претендент, нет, но, смотрите, есть претендент. Нет, на самом деле, технологически и финансово это сейчас не так серьезно. Например, вот есть претендент Северной Кореи. Ну, все знают, что у него есть ракеты и фиг его... И, значит, и Трамп, Трамп подвез авианосцы в 2017 году к Северной Корее, сказал, сдавайтесь. Они сказали, да, хорошо, только мы Японию и Южную Корею с собой заберем. Трамп отплыл, Гегемон отступил, Америка Великая отступила. Ну, смотрите. Так вот, но, она же не входит в клуб ядерных держав Северная Корея? Или же, например... Не входит в официально признанных держав. Да, но у нас их несколько. Например, Израиль, Индия, Пакистан. Все знают, что у них есть. Все знают, что у них грязная бомба, не грязная и так далее. Они делали... Так нам нужно что-то свое такое. Понимаете, да. Так если мы будем разрабатывать свое, то нам сначала нужно выстроить базу. Нам нужны ученые, которые будут этим заниматься. Как говорил президент, не можете делать... Украдите, не можете сделать... Понимаете, пока мы свое создадим, уже страны может не быть. Тем более, у нас союзное государство. Это не просто российское атомное оружие на территории Беларуси. Это атомное оружие союзного государства. И нужно тут делить наше, не наше. Так вот мы проблемы внутри союзного государства создадим. У нас есть возможность, у нас есть союзное государство, у нас есть поддержка. В любом случае, применение, ну, понятно, по документам, наверное, оно российское, значит, принимает российский главнокомандующий. Но мы знаем уровень доверия и отношения между нашими президентами. И применение будет совместно. Я думаю, вот если будет необходимость, так сказать, ну, если попрут на Беларусь уже танковая линия, ну, извините, у батьки красных линий нет, над которыми все сейчас смеются, красные линии, так называемые. А в основной безопасности все решается очень быстро. Вообще, на мой взгляд, этот вопрос уже назрел давно. Мы здесь, находящиеся в студии, поддерживаем нашего президента в этом вопросе. Этого вопросов нет. Но, как наше ток-шоу, всегда есть но. И сегодня нам необходимо молодежи вести информационную работу. Хорошо, молодежь задает вопрос, молодежь задает вопрос, вот с Магары, значит, как пытаются пудрить мозги. А вы сразу ставите метку на, ну, вот, что Беларусь сразу становится мишенью для ядерных ракет Запада. Это вот нам... Она всегда и была в последние годы. Мы-то понимаем, это прекрасно, что даже в 2015 году НАТО проводило учения, отрабатывало ядерный удар по городам России, в том числе по Минску. Вот как они это называют. И тут они заходят с такой стороны, что именно мы становимся разменной пешкой на доске вот этой огромной геополитической... Это враньё. Почему? Потому что они предполагают, что вот, например, есть Россия, да, и Россия, например, использует нас. То есть с нашей территории, а сама типа не при делах останется. Но все же, ну, понимают, что ядерное оружие-то русское, оно не наше. Но оно для обороны сюда завезено. По просьбе президента. Поэтому эта карта тоже бит. Она хоть и российская, но оно для обороны нашей. Вы не забывайте, что у нас это ядерное оружие было, и президент объяснял много-много раз, почему у нас его отопрали, как надавили, заставили. Россия настаивала, Россия, под которой он хотел обтеснуть дружить с Западом. Мы помним, какой президент России это был, как он это обозначал, для чего это нужно. Мы просто вернули то, что у нас было, и обсуждать, что-то здесь много. И вернуть, я считаю, нам надо всё, что у нас... И стратегически это поляр. Ну, ещё раз, чтобы вернуть, нужно сделать плацдарм. Поймите, это очень сложно. Мы увидим, как обстановка накаляется. Вот предлагают ещё стратегическое вернуть, вы что думаете? Нет, предлагаем вернуть всё. Вот ваше мнение. Зачем всё возвращать? Во-первых, это не один год уйдёт, чтобы всё восстановить. Но шахты мы сохраняли в целости. Ну, всё равно. Время, что идёт, годы идут. Так а кто говорит, сейчас возвращать? Сейчас у нас есть российское ядерное оружие. И в это время... Давайте пока не будем спешить милитаризировать нашу страну. Пока... Вот смотрите, мы записываем программу. Пока что этого хватит. Давайте посмотрим как-то дальше, как будут развиваться события. Определённое событие происходит в России. Уверен, всё будет хорошо, всё будет замечательно и так далее. Но вдруг. Россия страна большая, история разная. И вдруг там вновь будет какой-нибудь большевистский новый переворот. Или ещё что-то. Что нам делать в такой ситуации? Оно принадлежит именно на нашей территории. А вдруг куда придёт, я не знаю, исламский радикал? И мы остаёмся... Или ещё что-то. Нам нужно сохранить его на своей территории для своей безопасности. Если в России что-то случится, то... Так это российское. Во-первых, мы должны помочь. Да, потому что Россия, кто бы что ни говорил, это нам большой брат. Да, и Украина тоже нам брат. И поляк нам брат. Потому что белорусы, это в первую очередь дружелюбный человек. Все, приезжая в нашу страну, помнят о гостеприимстве. Мы всегда протянем руку помощи, да. Даже в Африку наша рука дотягивается. А они её потом кусают. Не, африканцы ничего не кусают. Как раз таки наоборот пожимают. Поляки, да. С поляками разберёмся. Если что, Варшава расплавится очень быстро. Но оружие недоступно только рабам. Рабы лишены этой привилегии. Если вот у нас есть оружие, мы действительно господары. Да, но мы здесь вольная дискуссия. Вольная дискуссия. Вот допустим, я не знаю, ну, не дай бог, у наших союзников уверен, всё будет хорошо, победа обязательно будет за нами. Тем не менее, проукраинский либеральный переворот. Условно, Ходорковский там вошёл в Кремль. Что нам делать? В таком случае. У нас их ядерное оружие на территории. Они скажут, всё, мы забираем, отдаём вас полякам. Ну, сложно себе такую ситуацию представить, конечно. Своё государство. Вы понимаете, что они говорят? Да, что-то они, да. Мы можем использовать. Тут никогда не будешь готов к извержению вулкана, к прилёту пришельцев и так далее, к падению метеоритов. Нужно понимать, что всякое может быть в жизни, но эта ситуация не совсем связана с ядерным оружием. Если государственный переворот какой-то происходит в стране, какие-то дворцовые перевороты, это не всегда связано с ядерным оружием. И тут у нас всегда есть. Но всегда вопрос ключевой именно ядерного оружия. Почему американцы после развала Советского Союза только об этом и думали? Ну, в 20-м году страну тоже пытались развалить и без помощи ядерного оружия. У них, в принципе, хорошо получалось пробыть мозги людям. Да, эти цветные революции никогда не происходили в ядерных державах. Что тоже, в том числе, очень важно. Например, вот государство Иран. Всё пытаются, пытаются раскачать. Но вот влезть туда никто не может, потому что все знают, что как и Израиль имеет, так и Иран, в принципе, имеет свои собственные разработки. Они старого размачка представили к власти, поэтому можно сказать, что в США произошла революция. Мы же не только говорим, значит, у нас же брат не только Россия, а Казахстан. Вообще ОДКБ. Я же говорю, все братья. Мы же запугаем про ОДКБ. Ну, как батька сказал, хотите ядерное, вступайте в Союз России и Беларусь. Будет тройное уже, да? Как у нас союзное государство, будет большое союзное государство. И Украину вернём обязательно. Просто мы говорим о том, что сейчас нам не стоит спешить в этом вопросе. Да, надо подождать немного. Надо, во-первых, разработать своё, для того, чтобы подготовить полностью плацдарм, площадку. Я думаю, что Российская Федерация нам в этом поможет. Она не будет нам противиться в этом, да? Думаю... Такая уже предоставила площадку. Да, то есть, ну, она будет всячески нам попадать. Я считаю, что делать это надо оперативно. Оперативно. Потому что мы не можем прогнозировать, что у нас есть 4-5 лет... Давайте мы не будем забывать про нынешнюю ситуацию. То есть, а кто вам сказал, что этого не делалось раньше? И более того, мы можем сейчас... Вы же видите, как накаляется вообще ситуация в мире, да? Мы можем спровоцировать даже вплоть до ядерной зимы, извините. То есть, мы провокацию можем создать, понимаете? Мы спровоцировать. Мы держимся со всех сторон. А кто вам сказал, что в Европе вообще есть? Замминистра обороны, помощник по идеологической работе четко сказал, не лезьте к нам, и оно будет на складах. Все. Президент тоже самое у нас говорил. Да. Оно будет на складах, никогда никуда не взлетит, будет лежать, мы будем за ним ухаживать. Не важно, кто это говорит, это обычный жизненный очевидный фактор. Не лезьте к нам, не получите ответную реакцию. Не важно, кто это говорил, не важно, какое у тебя есть оружие. Когда ты лезешь на территорию другой страны, посягаешься на ее суверенитет и независимость, ты получишь ответную реакцию. Это обычный закон жизни еще... Тем более, когда у нас на границе строят заборы, когда терраборона других стран, НАТО, под нашими границами, нам надо как-то защищаться. Наша армия, ну, меньше, чем НАТОвская армия. Нам нужно что-то сильнее. Но армия союзного государства. США и Россия обладают 90% боеголовок всего мира. А почему тогда лезут в Россию, по вашей логике? Это потому что идет специальная военная операция, и Россия воюет против всего. Нет, ну давайте мы все вместе вмешать не будем, конечно. Мы защищаемся. Нет, ну мы не берем вот эти провокации. Вот смотрите, вот если, допустим, провокация по типу Брянской области, мы что, вот за 200 боевиков к нам каких-нибудь идиотов зайдет пофоткаться, а мы что, по Киеву жахнем, что ли? Да, но мы не забываем про полгаритовского, который жахнет паритетно. Вот, если бы мы реагировали на каждую провокацию страны Запада и наносили бы какие-то удары ядерным оружием, то уже в Европе бы просто не было. Нужно грамотно, выдержанно, мудро поступать. Иногда посмотрим, что они творят, и так жаль, что она до сих пор есть. Тем более не надо путать провокации и реальные угрозы. Когда там кто-то где-то что-то сказал, понятное дело, что никто не будет запускать сразу боеголовки. А когда нарушаются суверенитеты, независимость, молодой человек, пожалуйста. Ну, все сойдутся во мнении в том, что ядерное оружие как гарантия безопасности для государства в любом случае должна быть. Хочу привести пример из истории. Недавний, относительно, 91-й год. Подписаны Беловежские соглашения. Три руководителя государства, все их знают. Россия, Украина, Белоруссия подписали Беловежские соглашения. Впоследствии позвонили тогдашнюю президенту США, кто мне напомнит, кажется, это был Буш-старший. Первый вопрос, который был у президента США, у кого ядерная кнопка? Какая страна может запустить ядерные ракеты в случае конфликта? Да, их это больше всего беспокоит. Это их больше всего беспокоит. И хотя тут было правильно отмечено, что 90% ядерного оружия у США и у их, грубо говоря, извините, скажу так, прихвостней. То есть мы говорим о том, что ядерное оружие должно быть как гарантия, но это должна быть крайняя мера. В любом случае, при любых провокациях, уже же говорили, что не надо отвечать на каждую провокацию, что мы вот запустим ядерную кнопку. Хорошо, но в таком случае, опять же, что говорят наши оппоненты? Ну все, теперь суверенитета точно нема. Вот суверенитет, бой ядерное оружие, это все. Это уже, ну тут Россия, что хочешь, а то и робить это так? Так у нас договор о союзном государстве гласит о том, что у нас единая оборонительная политика, то есть это и территориальная оборона, и ядерное оружие. Мы не ребенок, мы самостоятельное государство, что нам все время слушают, что там квакают, квакают. Да пусть говорят. Пусть говорят, как говорит нынешняя тренда нашей дипломатии, хрен с ними, правильно? Ну и правильно, я абсолютно согласен. У нас есть своя голова в плечах. У нас есть свой президент, который будет принимать решение в случае необходимости. Да, абсолютно правильно, это совместное решение президентов двух государств, и это абсолютно сейчас нормально, но взвыли же на Западе, взвыли. А что так взвыли-то? Ну, чувствуют действительно, наверное, нет, окажется, что они чувствуют соперничество, чувствуют, что у нас действительно лучше, и мы показываем... При этом, с одной стороны, их пропаганда рассказывает, что у нас вообще все ржавое, все плохо, ничего нет, а тут мы один шаг сделали, и они такие, ой, ой, не надо, не надо, пожалуйста, не надо, ну... Вы вспомните, как было с атомной электростанцией, понимаете? Они чувствуют, что это было с атомной электростанцией, понимаете, они уже видели, растут сильные государства наши, азиатская вот эта сторона, и мы конкуренты, и они это понимают, и, естественно, они хотят дестабилизировать нашу обстановку, вымыть путями, и то же самое говорят, и взомбируют людей, что ядерное оружие, это плохо, это нарушение экологии, ну и тому подобное, понимаете? Не, ну так они так говорили, атомные электростанции, вспомните, а потом Литва что? Сказали Литве закрыть атомную электростанцию, построили в Германии. Где-то нужно отвлекать и внимание от общества. А первые предпосылки же начались, когда мы приняли обновленную конституцию, в которой реплика, что Республика Беларусь без ядерная держава... Была исключена, в том числе и пункт о нейтралитете был исключен. Все верно, то есть мы уже заранее планируем, и предпосылки даже на то, что у нас вскоре или вскоре в будущем появится ядерное оружие, тоже имеются. Ну и замечательно. Какая разница, что нельзя, если кормить собаке, гавкать в ответ, кого мы превратимся, опустимся до их уровня. Ну, змогарьё эти, пискари, это, конечно, тема очень актуальна, потому что предатели своей родины, и, конечно, всегда обидно, когда эти предатели родины что-то говорят на то место, на ту колыбель, где их вырастили, сделали людьми, научили писать, говорить. Итак, Беларусь ядерная держава, нам есть чем себя защитить, Беларусь зелёная держава, как мы выяснили сегодня в нашей программе, но в то же время мы помним, что наш флаг красно-зелёный, красно-зелёный, а потому нет тех преград, которые не преодолели бы большевики. Это была компания СТВ и молодёжный парламент, в эфире был Григорий Азарёнок, до следующей встречи!